С 6 по 15 сентября делегация из АХИ из 18 человек под руководством главного специалиста управления по культуре и спорту и делам молодежи Ирины Константиновой представляла АХУ на Дальневосточном молодежном форуме «Острова». Он проходил на территории санатория-профилактория «Лесное озеро» Корсаковского района. Более 700 молодых людей из Сахалинской области, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев приняли участие в форуме с обширной образовательной программой, в котором были предусмотрены электриум и практику. Присутствовал министр спорта, туризма и молодежной политики Олег Саитов. Приезжал губернатор Сахалинской области Александр Вадимович Хорошавин. Были представители министерств Сахалинской области различных. Прилетали волонтеры, инвалиды, колясочники из Москвы Виктор Счастливый и Борис Кузнецов. Они также преподавали нам различные лекции, как они ведут волонтерскую работу, какие для этого нужно проводить различные мероприятия. Также была представлена бизнес-школа Барри Алибасова. Он проводил ток-шоу между министром спорта и молодежной политики и борцом дедаистом Доронином. День форумчан был расписан практически по минутам. Причем молодые люди участвовали не только в образовательном процессе, но и в развлекательной программе. День форумчан. День форумчан. Библиотека областная представляла различные конкурсы, загадки, игры на различные призы. Было очень интересно. Наша группа была одной из самых активных, самых творческих. Мы сами для себя проводили межгрупповые соревнования, например, конкурс талантов, спортивные состязания. Было очень интересно на самом деле. Но образовательная и развлекательная программы – это только дополнение к основному направлению форума, которым является презентация молодежных проектов в социальной и патриотической направленности. Мы привезли пять проектов. Один проект мы на суд экспертов отдали, посмотрели, внесли к определенной коррективе. И на следующий год он уже в доработанном состоянии, так как нужен необходимый социологический опрос и мониторинг. Он будет представлен на форуме. Вообще все четыре проекта, которые представили наши ребята, мы заранее готовились, ставили перед собой цели, рассчитывали смету, которая нужна будет истрачена и необходима. С проектом «Спорт для всех» перед строгим жюри выступила Екатерина Мищенко, тренер-преподаватель Ахинской ДЮС США. Проект «Твой выбор» представил Кирилл Федюк, специалист администрации городского округа Ахинский. С проектом «Стань первым» на форум приехал Илья Константинов, студент Ахинского филиала САГУ. Также вниманию экспертов была представлена работа еще одного студента Андрея Алаева «Мы с тобой одной крови», которая заняла на конкурсе проектов седьмое место. Очень хорошие были эксперты. Это Светлана Попова-Смойлик, тоже в том году она у нас тоже была экспертом. И очень было интересно, когда ты в полтретьего приходишь на лекции и уходишь оттуда только в 12 часов ночи. И ты уходишь оттуда довольный, уставший, но довольный, потому что у тебя есть проект и идешь к своей цели. Была очень интересна сама процедура защиты проектов. Это бессонная ночь, когда сидишь и рисуешь рекламу, потому что нам сказали, что будет профессиональный рекламщик, который будет оценивать именно, как мы предоставили свой проект. Очень интересно было, когда соберешься проектов по пять, по шесть и сидите в одном лагере и рисуйте. Это все очень сильно сплочает коллектив и дружеские отношения вырабатывает очень хорошо. Всего на форуме было презентовано 69 проектов. Форум «Острова» только завершен, а ахинцы уже планируют, как будет проводиться подготовка к участию в следующем году. Если кто-то желает в следующий год поехать, получить какие-то новые знания, познакомиться с новыми людьми, узнать впечатления, обращайтесь в Управление по культуре и спорту и делам молодежи. Я обязательно помогу вам, покажу, как оформлять проект. Вы мне подскажете, какие есть у вас, у молодежи, идеи, которые нужно предотвратить и организовать на территории нашего городского округа.